приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой данном видео я вам хочу представить вторую часть видео мк как связать красивую летнюю женскую кофточку крючком ссылку на первую часть видео мк я обязательно оставлю в описании к данному видео и так приятного всем просмотра и так далее я вижу третий ряд узора то есть на схеме вот он изображен от и третий ряд вот он пошел вот этот вот у меня третий ряд вот он будет мы его будем вязать то есть я с вами провяжу еще буквально может быть несколько рядов чтобы вы поняли принцип как это вот вяжется далее уже будете вязать самостоятельно и так третий ряд вот он у меня то есть я вот провязав второй ряд поворачиваю полотно делаю одну воздушную петельку для подъема то есть на схеме она вот обозначена 1 воздушная петелька для подъема и далее я провязываю 1 столбик без накида в первую петельку вот я его провязала далее согласно схему меня идут 3 воздушные петли и провязываю расширяющий вот элемент у меня получается то есть это я провязываю 3 столбика с накидом 3 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 то есть вот это у меня расширяющий элемент который идет по плечу вот это у меня вот эта полоса далее согласно схемы у меня идут 3 воздушные петли и 1 столбик без накида я провязываю получается в четвертую петельку предыдущего вот этой цепочке из семи воздушных петель то есть вот я провязала посередине вот этой вот большой дуги которые мы провязывали можно провязать непосредственно вот в четвертую петельку можно иногда даже удобнее просто вот таким вот образом провязываю вот одну один столбик без накида то есть вот так вот посреди предыдущей цепочки большим далее согласно схема у меня идет 3 воздушные петли то есть вот они у меня здесь и далее я провязываю опять же три столбика с накидом из которых я получается первый столбик с накидом провязываю вот в последнюю здесь вот петельку и 2 столбика с накидом я в предыдущую дугу провязываю 12 то есть вот так вот у меня все это выглядит далее у меня идет 3 воздушные петли и одна петелька вот по центру то здесь предыдущем ряду мы провязывали 3 столбика без накида то есть теперь по центру и вот я провязываю 1 столбик без накида то есть вот так вот далее 3 воздушные петли 3 получается у меня столбика с накидом из которых 2 я провязываю в предыдущую дугу и один я провязываю в первую петельку вот так вот получается далее у меня идет 3 воздушные петли и посреди большой дуги из 7 петелек я провязываю 1 столбик без накида 3 воздушные петли 3 столбика с накидом из которых 1 столбик я провязываю в последнюю петельку и 2 столбика с накидом это я рядышком провязываю то есть вот так вот у меня это все получается далее у меня идет 3 воздушные петли и вот сюда вот я провязываю посредине 1 столбик без накида вот образом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом в предыдущую дугу я провязываю 1 столбик с накидом в первую петельку вот так вот 3 воздушные петли и 1 столбик без накида это в дугу из 7 воздушных петель то что предыдущем ряду мы с вами вязали далее у меня согласно схемы идет вот этот участок мы провязали вот этот столбик без накида схематически он указан на вот на схеме то есть вот это провязали далее у меня идет 3 воздушные петли так 1 я провязала 2 3 и расширяющий вот это тут я вижу элемент 1 2 3 2 2 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом то есть вот таким вот образом у это выглядит это я получается провязала плечо вот она у меня выглядит далее я буду вязать спинку опять же я это уже буду вязать за кадром вы вяжете ровно по такому же принципу как вот мы сейчас с вами провязали плечо то есть это получается после расширяющего элемента 3 воздушные петельки здесь у нас будет 1 столбик без накида далее идут три столбика с накидом из которых вот здесь вот первый столбик и 2 в предыдущую дугу и здесь у нас будет один столбик без накида то есть все согласно схемы то есть вяжется спинка по принципу ровно такому же как и и вот плечо провязывали единственно что здесь получается у нас больше вот этих вот элементов то есть здесь если полных получается вот один элемент здесь получается два элемента то есть вот опять же вот дошли до расширяющего элемента это то что вот по плечу сзади здесь схематически все это указано как это провязывается и довязываем до конца ряда в конце ряда я покажу как его необходимо будет закан так вот получается я провязала третий ряд узора все вязала я согласно схемы то есть вот у меня это плечи вот плеч спинка провязана вот я довязала до расширяющего элемента это в конце ряда далее я вяжу 3 воздушные петельки и 1 столбик без накида я провязываю в предыдущую дугу вот получается это провязан у меня третий ряд как мы видим опять же обязательно сравниваете вот начало и конца ряда они одинаковые абсолютно значит и и далее я буду вязать по рисунку по схеме этой я буду провязывать сама за кадром и вы также будете самостоятельно вязать до седьмого ряда то есть тут в принципе ничего так особо сложного нету то есть тут просто будут вязаться вот столбики без накида в самом начале ряда то есть 1 воздушная петелька той следующий вот например ряд вы будете вязать это получается 4 ряд 1 воздушная петелька будет потом два столбика с накидом это два столбика без накида это вот в начале ряда потом 3 воздушные петли и расширяющий элемент сейчас я покажу лучше чтобы это было более понятно то есть вот я закончила третий ряд делаю одну воздушную петельку для подъема поворачиваю работу то есть провязываю 2 столбика без накида то есть вот у меня они уже идут два столбика без накида то есть вот один или второй столбик без накида я провязываю в предыдущую дугу в начале то есть вот всего у меня получается 2 столбика без накида 3 воздушные петли и опять же меня идет расширяющий элемент то есть это с 3 столбика с накидом 2 3 2 воздушные петли 3 столбика с накидом 1 2 3 то есть вот получается это я провязала на начальный вот этот вот самый начальный этап то есть вот он у меня этот этап начальная и далее я буду вязать по схеме то есть вот здесь вот в принципе на схеме все это понятно видно как о каким образом это провязывается то есть вот согласно схема получается далее у меня идет 3 воздушные петельки 3 воздушные петли и далее у меня идут вот здесь вот три столбика без накида из которых я провязываю 1 столбик без накида в предыдущую дугу вот один столбик я провязываю предыдущий столбик без накида то что провязывали и один столбик следующий я провязываю следующую дугу то есть вот таким вот образом 3 воздушные петли и далее согласно схемы то есть это вот у меня получается 3 столбика с накидом из которых вот один столбик это в последнюю петельку и 2 столбика с накидом в предыдущую дугу то есть вот и получается я выхожу на этот вот участок и согласно схемы здесь это не особо вот понятно то есть я ориентируюсь по спинке как дальше вязать на схеме то есть вот я провязала 3 столбика с накидом у меня идут согласно схеме 2 воздушные петли 2 воздушные петли и далее я вижу три столбика с накидом из которых я два столбика с накидом провязываю в предыдущую дугу 1 2 и 3 столбик с накидом я провязываю получается в первую петельку то есть вот таким вот образом далее опять же у меня идет 3 воздушные петли и 3 столбика без накида то есть из которых я провязываю 1 в дугу 2 я провязываю предыдущий столбик без накида и 3 я опять же провязываю дугу то есть вот по такому принципу будет далее вязаться далее у меня 3 воздушные петли опять же 3 столбика с накидом из которых 1 в последнюю петельку и 2 в дугу идут столбика то есть вот так вот 2 воздушные петли и опять же 3 столбика у меня идут с накидом 2 в предыдущую дугу и 1 идет у меня получается в первую петельку то есть вот таким вот образом у меня получается полотно вот так вот оно получается естественно что это все необходимо будет отпарить пока что вообще ничего здесь практически не видно до элемента расширяющего я вам покажу далее уже вы будете вязать самостоятельно далее у меня идут 3 воздушные петли 3 столбика без накида из которых 1 вот идет у меня в дугу 2 в предыдущий столбик без накида и в 3 опять же идет в дугу вот так вот 3 воздушные петельки и мы выходим на расширяющий элемент то есть три столбика с накидом 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом 1 2 и 3 то есть вот получается это я показала как вязать это у меня плечо вот плечо по такому же ровно на принципу далее вы будете вязать спинку вот эта спинка и далее будет вязаться плечо вот второе то есть и далее за я провяжу вот до этого элемента потому что здесь в принципе все не сложно вот вяжется вот здесь вот и далее я вам покажу возможно у кого-то будут затруднения вот именно как вяжется вот вот эти вот делаются прибавления которые будут идти по рисунку и так вот я провязала 7 ряд то есть вот он получается вот этот 7 ряд где идет один столбик без накида вот в квадратики и вот здесь вот то есть получилось у меня вот таким вот образом получается это я уже немножечко отпарила вариант единственно что не стирала то есть чуть чуть попозже я это все постираем то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит и далее я буду вязать следующий ряд это получается 8 ряд то есть вот он идет вот этот вот участок я буду вязать то есть восьмой ряд по рисунку и так согласно схему у меня идет вот в конце 1 столбик с накидом в конце восьмого ряда если же я вижу начало вот этого ряда то я вместо одного столбика с накидом я провязываю 3 воздушные петельки то есть вот 1 2 3 вот я их провязала далее согласно схемы у меня идет 1 воздушная петля вот она идет вот воздушная петелька 1 воздушная петелька и далее я вяжу 3 столбика с накидом то есть вот они у меня идут вот так вот три столбика с накидом далее я вижу так 1 2 и 3 так вот это все выглядит у меня далее согласно схемы у меня идет 3 воздушные петли и 3 столбика без накида я провязываю из которых 1 воздушную петельку 1 в предыдущую петельку то что провязано столбик без накида и еще один столбик без накида далее согласно схеме у меня идет 3 воздушные петли то есть это вот у меня этот участок 3 воздушные петли и расширяющий элемент я провязываю то есть три столбика с накидом 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом далее я вижу по схемы то есть это я вот показала именно начальный вот этот вот самый самое начало работы далее просто вижу согласно схемы то есть тут принципе ничего сложного и потом я покажу как уже делается непосредственно вот эти вот будут делаться расширение в начале узора и так я провязала уже 8 и 9 ряд то есть у меня здесь значит 8 ряд это получается вот он у меня начинала я его вам как показывал то есть 3 воздушные петельки для подъема 1 воздушная петля петля и далее я начала вязать по рисунку то есть вот это у меня 8 ряд и далее я также провязала 9 ряд вот он у меня это 9 ряд идет связала я его вот с этой стороны получается вот так вот по следующему принципу я вязала вот он 9 ряд то есть 4 воздушные петли для подъема вот они у меня 4 воздушные петли и далее я вижу по рисунку то есть а именно вот три столбика с накидом и далее у меня пошел уже рисунок то есть вот заканчиваю я 9 ряд следующим образом то есть вот он у меня здесь заканчивается 9 ряд тремя столбиками с накидом то есть вот и так заканчиваю я 8 9 ряд следующим образом то это у меня три столбика с накидом потом я делаю одну воздушную петельку и столбик еще один с накидом то есть вот это у меня я закончила вязать 9 ряд далее я вижу 10 ряд следующим образом то есть я делаю 3 воздушные петельки для подъема плюс еще одна четвертая то есть вот как здесь вот указано 4 воздушные петли в начале ряда поворачиваю работу и провязываю 2 столбика с накидом в арку вот здесь вот то что у меня получилось петелька 2 столбика с накидом я провязала и третий столбик с накидом я провязываю в первую петельку то есть вот таким вот образом у меня все это получилось а далее я вижу уже по рисунку то есть вот у меня это получается 10 ряд я провязываю вот здесь вот 7 воздушных петель провязываю 3 столбика с накидом то есть вот так вот у меня это все получается и далее вяжу по рисунку то есть это 3 воздушные петли 3 столбика без накида предыдущие 5 столбиков без накида то есть вот я здесь провязываю согласно схемы это вот вот этот вот вот 10 ряд вот он идет 7 воздушных петелек сделали 3 столбика с накидом 3 воздушные петли 3 столбика без накида и далее мы вяжем по рисунку то есть это получается 3 воздушные петельки далее по рисунку здесь к сожалению его не особо виден этот рисунок убран то есть вы можете для того чтобы вам было поудобнее немножко смотреть как вязать узор ориентироваться вот по этому участку то есть здесь у меня получается что я провязываю следующим образом 3 столбика с накидом я провязываю после 3 воздушных петелек 1 2 2 и 3 в первую петельку и провязываю столбик с накидом 7 воздушных петель и расширяющий элемент сюда 1 2 3 2 воздушные петли и опять же сюда 3 петельки провязываем 1 2 3 вот далее у меня получается опять же 7 воздушных петель 3 столбика с накидом 1 2 3 3 воздушные петли и 3 столбика без накида в предыдущие пять столбиков без накида танки я провязывала то есть вот таким вот образом у меня все это получается то есть если вы обратили внимание сейчас уже если вот таким вот образом я расположу узор начинается вот здесь вот увеличение по переду вот именно самого узора в результате чего через какой-то промежуток времени здесь у меня узор соединиться спереди вот здесь вот узор он через какой-то промежуток времени соединиться то есть далее я буду вязать по схеме как прибавлять вот эти вот делать вот эти вот прибавления по узору это я вам показала то есть я буду вязать по точно такому же принципу пока у меня не соединятся обе части вот именно с по переду пока не соединятся и далее я вам покажу что у меня уже получилось и на каком этапе у меня произойдет это соединение и так вот я уже довязала участок где я буду соединять две части переда то есть вот таким вот образом у меня все это получилось все это время я вязала по схеме то есть принципе никаких отклонений у меня абсолютно не было спереди вот у меня получился образовался вот такой вот вырез и когда я уже довязала полностью ряд последний ряд я оторвала ниточку чуть позже объясню почему я это сделала значит у меня получилось что я провязала в общей сложности два целых вот узора вот таких вот два целых узора и плюс провязала еще первый ряд следующего рапорта узора то есть вот у меня вот таким вот образом получается значит и и теперь что я хотела бы сказать какие я стала уже вносить на последнем опять же повторяюсь на последнем ряду изменения значит согласно задумке завод рукав у меня далее я буду вязать рукав по схеме то есть в рукаве я абсолютно в рукавах 2 я не делала никаких абсолютные изменений просто идет полотно по схеме будет вот такой вот ажурчик значит я внесла в последнем ряду изменения по спинке то есть вот как вы видите у меня получается два полных рапорта узора то есть вот они два вот этих вот квадратика или прямоугольника значит на общую высоту я провязала где-то в районе 12 сантиметров и далее у меня по спинке будет идти немножко другой узор то есть это просто по три столбика с накидом я буду провязывать между ними по одной воздушной петельки то есть я поменяла немножечко узор то есть этот узор у меня будет идти только по спинке или частично по переду будет идти для того чтобы кофточками не просвечивалась чтобы не надо было ничего под нее еще дополнительно надевать значит каким образом я вязала вот этот последний ряд то есть вот у меня расширяющий элемент согласно схемы далее я делаю одну петельку воздушную петлю и далее у меня провязывается три столбика с накидом из которых один столбик это в последнюю петельку вот здесь вот и два столбика этого дугу в принципе по принципу я вязала как и в схеме до этого вязать далее я провязываю одну воздушную петельку и у меня идет три столбика с накидом в одну петлю это у меня первая петля вот из пяти столбиков без накида которые я вязала в предыдущем ряду это у меня первая петелька вот в нее я провязала три столбика с накидом далее я сделала одну воздушную петлю и провязала три столбика с уже в последнюю в пятую петельку предыдущего ряда где я провязывал столбики без накида то есть вот таким вот образом далее опять же 1 воздушная петля 2 столбика с накидом в дугу 3 столбик с накидом в первую петельку предыдущего ряда то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит далее 1 воздушная петелька и я начинаю повторять узор вот с этого участка где я вам показывала то есть возможны будут какие-то сложности только вот в этом первом ряду когда будет распределяться вот вот эти вот столбики с накидом где распределяла сейчас еще раз вот так вот покажу вам чтобы все было видно и понятно как я это дело следующий ряд я уже буду просто вязать по рисунку и так далее значит у меня идет это рукав рукав я вязала абсолютно одинаково точно так же как я вязала или до этого рукавчик и после этого я начала вязать вперед значит спереди я тоже сделала небольшие изменения спереди значит в чем они будут заключаться то есть у меня частично пойдет узор вот он идет как на спинке и вот по центру у меня будет продолжаться будут продолжаться вот эти вот треугольнички то есть потом когда я провяжу будет более понятно и видно как это все делается но в общем смысл заключается в том что вот вот эти вот два треугольника вот которые вот идут по бокам они будут продолжать связаться вот так вот и вот здесь вот они выйдут на такой вот треугольничек вот здесь вот так вот вот они будут продолжать вязаться только вот вот этих два по два вот этих вот элемента с каждой из сторон и вот так вот она будет это потом заканчиваться то есть уже когда я провяжу какой-то участок именно этой кофточки я думаю что это будет более хорошо и наглядно видно то есть а в начале это получается я также после расширяющего элемента провязала 5 раз это столбики с накидом по три штучки между ними вот по одной воздушной петельки то есть это у меня будет продолжаться узор как на спинке и далее вот я начала вязать это уже непосредственно вот эти вот треугольнички то есть и следующее что необходимо сделать почему я оторвала здесь ниточку объясню почему потому что если продолжать вязать не отрывая ниточкой у нас получится что вот здесь вот как раз по центру по переду будет соединяться не то что соединяться будет заканчиваться и начинаться новый ряд вот здесь вот именно по центру и это может быть не очень красиво смотреться поэтому я оторвала здесь ниточку и перенесу начало работы вот на заднюю вот эту вот часть вот сюда вот я перенесу то есть это у меня будет по спинке сбоку вот перед расширяющим элементом вот сюда вот я перенесу ниточку и буду вязать теперь у меня начало ряда будет начинаться вот с этого участка то есть специально чтобы мало ли есть и вдруг где-то что-то не очень ровненько там предположим пойдет чтобы это не очень сильно бросалось в глаза потому что если это вот будет соединяться начинаться и будут каждый ряд будет начинаться вот именно с этого участка спереди именно спереди то может смотреться не очень хорошо и красиво и так следующее что необходимо сделать это я провяжу вот этот вот участок то есть здесь закреплю ниточку провяжу согласно схемы ряды именно рукава и потом я вам покажу каким образом я буду именно провязывать вот вперед то есть вот здесь вот как я буду соединять этих две части потому что принципе дальше уже будет вязаться чисто по рисунку по узору я так думаю что сложности особенно особо не должно возникнуть вязание так вот я перенесла начало работы на спинку то есть вот у меня теперь это будет на спинке сбоку то есть как я это сделала закрепила здесь ниточку сделала 3 воздушные петли для подъема 2 столбика с накидом 2 воздушные петли 3 столбика с накидом и далее я начинаю работать уже по схеме то есть вот это у меня пошел рукав то есть как я сказала на рукаве у меня будет продолжаться основной узор то есть я на нем ничего не меняла и вот я дошла до передней части пока она у меня еще состоит из двух частей то есть вот я сделала расширяющий элемент и далее я буду вязать следующим образом то есть вот у меня полы получается начальный вот этот вот этап это я буду провязывать просто столбики 3 столбика с накидом между ними по одной воздушной петли то есть вот здесь у меня закончилась работа далее я делаю одну воздушную петельку и сюда провязываю 3 столбика с накидом 1 воздушная петелька и в следующую дырочку я провязываю 3 столбика с накидом кстати по такому же ровно принципу я буду вязать и спинку то есть ее я подробно уже не буду показывать как вязать вот она будет вязаться вот таким вот узором значит далее 1 1 воздушная петелька и 3 столбика с накидом 1 воздушная петелька 3 столбика с накидом 1 воздушная петелька 3 столбика с накидом и вот мы дошли до треугольничка до вот этого квадратика по рисунку дошли то есть вот у меня получается вот таким вот образом выглядит узор значит всего у меня получилось до вот этого основного рисунка я провязала 5 столбиков пять раз я повторила по три столбика с накидом между ними по одной воздушной петли то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит и дальше я начинаю вот вязать вот это вот еще части это по рисунку то есть делаю одну воздушную петлю провязываю 1 столбик с накидом последнюю петельку 2 столбика с накидом я провязываю в дугу и так вот я сделала еще один повтор 3 столбика с накидом то есть это у меня получилось от угла если считать то это 6 повтор вот он он уже относится именно вот к рисунку далее я вяжу 3 воздушные петли 1 столбик без накида 3 воздушные петли 2 столбика с накидом в дугу 1 столбик с накидом это я провязываю в первую петельку все согласно рисунка 3 воздушные петли 1 столбик без накида 3 воздушные петли 1 столбик с накидом в последнюю петельку 2 столбика с накидом в предыдущую дугу то есть здесь все пока идет по рисунку 3 воздушные петли 1 столбик без накида 3 воздушные петли 2 2 столбика с накидом в дугу я провязываю 1 столбик с накидом в первую петельку то есть все здесь вот у меня продолжается основной рисунок то есть вот посредине получается далее 3 воздушные петли соединяю здесь соединяю я одним столбиком без накида вот таким вот образом у меня все это выглядит далее я делаю 3 воздушные петли и далее вот у меня получается участок что я его необходимо мне соединить вот этих вот две части переда то есть я вижу следующим образом я провязываю 1 столбик с накидом в последнюю петельку 2 столбика с накидом я провязываю вот сюда в петельку таким вот образом и здесь согласно рисунком мне теперь необходимо сделать 3 воздушные петельки и 1 столбик без накида но так как здесь у меня получается вот вот таким вот образом то есть я буду как делать я сделаю 3 воздушные петли вот так вот после чего я возьму петельку крайнюю с одной стороны и петельку возьму со второй части вот крайнюю вот таким вот образом и провяжу их все вместе столбиком без накида то есть вот так вот у меня получилось я как бы соединила две части и провязала 1 столбик без накида далее идет 3 воздушные петли 2 столбика с накидом я делаю вот сюда вот петельку 1 столбик с накидом в первую петлю то есть вот у меня получается я соединила две части переда и вышла на основной узор то есть вот у меня получается узор не сбился то есть дальше я буду на следующий ряд все вязать согласно схемы далее у меня согласно узора идет 3 воздушные петли 1 столбик без накида 3 воздушные петли и все дальше я вяжу по рисунку 1 столбик с накидом 2 столбика с накидом в предыдущую дугу 3 воздушные петельки и столбик без накида то есть вот у меня получилось вот таким вот образом вперед дальше я буду вязать по принципу как я вам показывала то есть вот я провяжу по рисунку получается вот до этого участка вот так вот и и дальше я буду вязать это вот как я в начале ряда я вам показывала по точно такому же принципу я буду вязать и спинку я уже я не буду подробно показывать то есть вот по точно такому же принципу будет у меня все вязаться то есть вот я в каждую вот эту петельку буду провязывать по 3 столбика с накидом и между ними по одной воздушной петли буду я провязывать то есть вот у меня спинка будет абсолютно несложная рукав как я уже сказала я буду вязать по рисунку ничего в рукаве не меняла дойду вот получается теперь у меня соединяться будут ряды на спинке в конце спинки вот здесь у дойду и дальше уже буду вязать согласно на схемы то есть опять же рукав без изменений здесь спереди у меня будет вот этот вот основной узор вот этот основной узор он будет как бы вот так вот вот так вот идти вот таким вот образом то есть я буду вязать только вот до сюда вот эти вот треугольнички но я еще когда провяжу если вам не очень понятно я когда провяжу я вам покажу именно наглядно как все это выглядит потому что так объяснить достаточно сложно поэтому сейчас я за кадром провяжу некоторый участок работы и покажу вам уже как это все будет выглядеть тем более что еще немножко провязать нам здесь и я так думаю что можно будет уже вывязывать отдельно рукава и и выходить именно наперед и спинку отдельно висок вот я уже довязала до линии праймы то есть у меня получается вот таким вот образом так сейчас я вам покажу как у меня получается вперед то есть вот он у меня значит по бокам вот идет обычный такой несложный узор значит спереди вот формируется вот таким вот образом у меня узор и постепенно далее в процессе работы я буду уменьшать то есть получится что он здесь вот сойдет вот в треугольничек вот такой вот вот так вот будет этот именно основной этот узор значит в общей сложности я провязала сейчас я вам скажу почти три элемента вот три рапорта узора вот они 1 2 и у 3 я буквально не довязала один ряд то есть у меня получилось в общей сложности я провязала где-то в пределах 16 с половиной сантиметров и теперь я буду уже вязать по отдельности именно вперед спинку и получается отдельно буду вязать рукава я то есть вот так вот у меня выглядит здесь вот у меня закончилась работа вязание я полотно это немножечко отпарила то есть я еще пока его не стирала то есть сзади у меня получается вот так вот то есть потом со временем а когда у меня закончится вот здесь у дополнительную вот этот вот центральный узор то и спереди у меня будет вот такой вот обычный рисунок и далее я вижу следующим образом я соединяю вот это у меня спинка и вот у меня вперед да никаких добавок и именно вот в данной кофточки я под пройму и делать не буду потому что в принципе она и так у меня получилось расширение такое хорошее нормально получилось расширение большим не расширять это полотно не нужно опять же если вам например нужно выполнить эту кофточку немножко в большем размере значит вы просто еще можете довязать несколько рядов и тогда она у вас получится чуть чуть побольше это уже в зависимости того что вам надо и так вот я закончила работу далее я соединяю вот таким вот образом именно начало передай спинки то есть вот так вот получается далее я провязываю 3 воздушные петли для подъема и сюда вот провязываю еще плюс 2 столбика с накидом то есть 1 и 2 то есть вот это у меня получается как бы три столбика с накидом и далее я вяжу по рисунку то есть 1 воздушная петля 3 столбика с накидом 1 воздушная петля 3 столбика с накидом то есть далее я буду вязать как вы поняли только перед и спинку по кругу я буду вязать то есть вот у меня получается таким вот образом провяжу получается период полностью не забываем что здесь еще частично вывязывается вот у нас рисунок 2 значит точно так же вот здесь соединю начала и конец уже конец переда и начала спинки и соединю их вот здесь вот вот эти вот две петельки и дальше буду вязать по рисунку то есть далее я провяжу еще немного за кадром покажу вам уже как у меня что получается и объясню что я дальше буду делать итак на этом вторая часть видео им к как связать красивую летнюю женскую кофточку крючком подошла концу буквально на днях выйдет третья заключительная часть видео мк в которой я буду рассказывать как я уже именно довязывала вперед и спинку в этой кофточке как я обвязывала низ именно переда и спинки так же как я вязала рукав объясняю с какими трудностями вы сможете столкнуться именно при оформлении рукава как лучше его закончить а также как обвязать этот рукав резиночкой два на два и так кому понравилось видео обязательно ставим лайк подписываемся на мой канал чтобы не пропускать дальнейшем интересную полезную информацию делимся данным видео со своими друзьями вдруг у вас кто-то также любит вязать и так до новых встреч